В актовом зале Центра детского творчества «Скарбница» состоялась отчетно-выборная конференция Слонимского общества инвалидов. В числе почетных гостей собрания, кроме представителей местной власти, был председатель областной организации Белорусского общества инвалидов Василий Лукашевич. Чтобы разбавить протокольный сценарий мероприятия, его начали ребята из кружка «Милосердие», которые обратились к присутствующим со следующими словами и стихами. Самое божественное, самое великое в человеке способность жалеть и прощать. Отравлено, что возрождаются такие забытые понятия, как доброта, человечность, милосердие, любовь, внимание друг к другу, доброжелательность. Есть люди, что с первого взгляда не следят, но если присмотришься, взгляды и другого, на трудных дорогах они тебя встретят, такие они еще легче будут. У них есть призвание, таланту подобное, и радость дарить, и делиться мечтой. Пусть с видом не такие уж добрые, зато неразлучные они станут тоже. Милосердие, о котором мы в последнее время говорим, состоит не только из добрых пожеланий, но уже душевный порыв, подкрепленный ингридной инициативой. Каждый человек может и должен найти возможность личного участия в милосердной работе, ведь только дело настоящее, доброе дело, можно ощутить себя человеком. Я буду жить, работа перегружена, и не растаю в небе словно дым, пока я людям хоть немного нужен, пока людьми хоть чуточку любил. Я буду жить, и не нужна мне слава, из черных лет речушка и трава, пока я нужен, я имею право смеяться, петь и находить слова, которые в беде любви помогут. Вот утром по ступенечкам крыльца слова сойдут и выйдут на дорогу, которой нет ни края, ни конца. Я буду жить, о людях петь, о лете, о розах и о солнышке бору. Стихи живут, и я живу на свете. Стихи умрут, и значит, я умру. Отчет о деятельности Эстонийской организации Белорусского общества инвалидов сделала его руководитель Галина Сазонкина, которая в частности отметила, чем были заняты 491 инвалид, состоящий сегодня в членах этого общества. В социальной работе охвачено 160 человек, а именно посещение на дому 18 человек, посещение инвалидов в больнице 7 человек, подготовлены акты обследования для оказания материальной помощи по заявлениям инвалидов 17 человек, поздравления с днем рождения, знаменательными датами в виде телеграмм, цветов, открыток, а также через газету «Слонинский вестник» и 21 человек. Поздравления с профессиональными праздниками, день медицинского работника и днем учителя получили 25 человек. В акции «Добрые дела» вы смотрели на стенде через мультимедийное средство «Добрые дела людям» и «Дорога к войне». С заботой и вниманием окружены 33 ветерана, участников Великой Отечественной войны, члены общества. В том числе была осуществлена встреча на дому с ветераном Великой Отечественной войны Кирьяновым Николаем Ивановичем в сотрудничестве с Центральной районной библиотеки имени Якуба Колоса 28 августа 2010 года. 17 ноября 2011 года организована и проведена экскурсия «Слонин Гродной коробчицы». Это тоже в рамках реализации подпрограммы «Социальная реабилитация инвалидов». Приняли участие 24 человека. После доклада Сазункиной ее непосредственный начальник из области Василий Лукашевич сказал резко, но по делу о проблемах Слонинской организации, но в то же время выразил надежду, что в тесном сотрудничестве с властями эти проблемы будут решены. «Самая большая организация была, это Новогрудская, Гродненская, Ислонинская. Более 1800 человек. На сегодняшний день с каждым годом у вас падает численность, более 300 человек уходит, отпадает в организации. Не в том, что есть у нас такие организации, в которых люди, вот, например, в Кареличе 220 человек за год ушло, в Мириной. Конечно, это неприятные вести, но мы видим, что здесь в организации просто она распадается. Распадается не потому, что мы хотим этого, а потому, что мы сегодня будем избирать уже 11-го председателя в вашем районе». Василий Васильевич заострил внимание присутствующих на главной и первоочередной задаче, которая стоит перед руководством Слонинской организации инвалидов. «Поддерживает наш губернатор. Он понимает, что такое инвалиды. И когда я обращение писал, он так и написал. Инвалидам надо помогать. Есть сегодня деньги, но надо знать, кому и куда их отдавать, а не просто, чтобы их разбазаривали направо и налево. Нас правильно не поймут, если мы будем себя так вести. Вот к чему я вас призываю. Каждый год учащийся в Славянском базаре, каждый год учащийся в Гродненском фестивале. От вашей организации нет ни одного человека. То, что детки выступают, молодцы, я еще раз повторяю. А наши где? Где инвалидники, наши молодые, которые должны принимать в этом участие? Их нет, потому что они просто не задействованы. Они сидят по домам, по квартирам и в четверых углах. А мы-то для этого и созданы, чтобы мы именно занимались этими вопросами. Далее собравшиеся перешли к выборам нового председателя общества. Были избраны путем открытого голосования всех пришедших на собрание инвалидов члены правления общества, среди которых в дальнейшем был избран председатель. Достоин руководить нашей районной организацией Георгий Дмитриевич Лысенко. Я его хорошо знаю. Он имеет опыт общественной работы, руководил союзом офицеров. Сейчас он является там заместителем. Активный товарищ, деятельный, знает работу, понимает. И я думаю, что при нашей поддержке, вашей, нашей поддержке исполкома, у него все получится. Потому что фронт работы, конечно, очень большой. Нужно восстановить списки организаций, наладить работу внутри организации. И, конечно, нужно сдвинуть с мертвой точки вопрос по зданию, которое у вас свое собственное. Находится напротив исполкома, возле Дома культуры, вы знаете. Будет весна, лето, совместными усилиями привести его в порядок. И чтобы у вас был свой офис. Что касается того второго помещения, где ранее были мастерские, гараж. То мы с Василием Васильевичем привлекали специалистов. Это был главный инженер СУ-187. Чтобы он пришел, дал свою оценку по этому зданию. Стоит его восстанавливать, не стоит. Если восстановить, то сколько понадобится средств. Он прикинул на восстановление этого, проще он сказал снести, построить новое, чем восстановить. На восстановление только крыши, крыши, более 150 миллионов, так называлось. Наконец началось тайное голосование. Большинство голосов было отдано в поддержку Георгия Дмитриевича Лысенко. Бывший уже председатель общества Галина Сазонкина получила благодарственную грамоту из рук председателя областной организации инвалидов. Закончили мероприятие все те же участники кружка милосердия. Сегодня в нашей встрече мы пришли перед вами Делить любовь и радость и вас благодарить. Довольте, дорогие нам, вы лучшая награда. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Для всех, дорогие нам, вы лучшая награда. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Просторы, музыканты, крысы, штицы, актеры, Сегодня песни наши для вас готовы сверить. Давайте в этом сале воскликнем дружно хором, Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Давайте в этом сале воскликнем дружно хором, Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.